Здравствуйте, туристы и милитаристы. Мир в мир, нет войне. На предтестовом резе бумаги у нас совершенно для меня неожиданно. Опять же, как неожиданно? Я знал, что будет какой-то подвох. И вот он случился, потому что Миков, который я просто тут типа поржал над ним, какой-то дешевый, какая-то имитация упора, который вообще никак не работает, скользит там. Сами понимаете, по Фрейду рукояточка, весь такой дешманский и так далее, и так далее. Из 10 максимальных баллов предтестовых реза бумаги, две десятки получили у нас Ганза и Мартини. И он нарезал на 11 баллов, то есть он сделал просто что-то невероятное. Кстати говоря, небольшой комментарий по поводу освещения. Я такой желтый, потому что реально прохладно, блин, лето. Обычно мы в Норвегии в июле просто это Сент-Тропе. Здесь же прям реально вот там 12, 13, 15 градусов, сегодня дождь, и надо мной такая лампа солнца, которая дает больше тепла, чем освещение. Поэтому так все желто. Так, окей, поехали. Помидорки, 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 овощи. Значит, каждую помидорку я режу пополам, беру рандомно из кучки, и нарезаю пополам одну половинку, нарезаю дольками, и вот сюда в салатницу, вторую мелкими кубиками, и вот сюда в кастрюльницу, вот в такую вот кастрюльницу. Помидите, я бы рассказал, что в Норвегии варят фарикол? Вот это вот кастрюля для фарикола, это бак, огромный бак. Сейчас мне нужно будет сделать паузу, потому что она оказывается у нас пыльная внутри. И я буквально сразу вернусь. Так, вот я вернулся. На самом деле вся фишка в чем? Фишка в том, что просто дольки, вот у нас сейчас будет какая-то рыбная вечерина, делаем салатик, вот эти вот самые кубики, они просто идут физически в... Как он называется? Вы хоть видите? Надеюсь, что видите. Так, чук-чук-чук-чук-чук. Да, кубики, они просто пойдут вместе с луком в маринад. В этом я не вижу ничего плохого, потому что именно, кстати говоря, тесты научили меня делать, как сказать, именно кухонные тесты на канале Архадыр научили меня добавлять помидор в шашлык. Знаете почему? Все очень просто, потому что когда ты делаешь тест именно, помидорка это один из таких серьезных тестовых продуктов, но не выбрасывать же. И поэтому все это просто шмаляется в общую кучу в маринад. И вот ни разу не жаловался как-то. Совершенно там, естественно, совершенно прекрасно помидорки себя ощущают. Так, ну вот у нас хорошо. Обычно первому тяжело. Почему? Потому что если было бы не идеально, то я поставил бы восьмерку, чтобы потом был бы ход вперед. Собственно, на бумаге так и получилось. Но я не буду обижать нашего Гансика. В каком смысле? В том смысле, что помидорка нарезана была просто идеально. Абсолютно без каких-либо вообще здесь толерансов. Так, я думаю, что я сделаю таким образом. Да. Вот сюда вот так буду складывать, потому что чтобы потом клиночки протереть. Ножны. Да, так и сделаем. Так, номер два. Хокер Камилус. Хокер Камилус. Абсолютная нелепица. Ну, пусть будет, как говорится. Так. Пока что это претендент на девятку. Сейчас посмотрим по кубикам, что у нас будет. Потому что вот именно момент ощущения. Здесь, как бы вот если на камеру вы смотрите, наверное, даже разницы нет. Нет, восьмерка. Восьмерка и сейчас дальше посмотрим. Будет смешно, если он со своими заявленными роквеллами тупится в помидор. Восьмерка. Все-таки именно разница в том, что дольки это прекрасно. Но вот кубики томатные, это не так все просто-запросто восьмерка. У нас зато, ребята, с вами образовался некий стандарт. Вообще в тестах самое тяжелое это именно стандартизация. Поэтому тот же самый, например, какой-то талонный рез каната у того же самого Руслана Киясова. Это действительно все очень непросто. Потому что когда у человека действительно прям, наверное, уже десятки километров этого каната нарезаны. И это именно вот, ты начинаешь просто понимать, вот, обычная деревяшка, ну, казалось бы. А ты понимаешь, в чем разница. Здесь с помидорками такая же фигня. Так, Heavy Duty Fiskars. Настолько крутой. Один из самых, кстати, дорогих на зарубе. И он абсолютно слажал на... На чем он слажал у нас? На бумаге. А все почему? Потому что внутри чудо-точилка. Он не сделал ни одного реза на бумаге. И получил от меня из жалости единицу. Потому что, ну, вот этим вот местом он начинал как бы резать. Но это все не считается. Ну, все-таки томат не бумага. Здесь, как говорится, наоборот, может быть, образовалась какая-то микропила. И пока что на семерочку как-то он у нас здесь пытается претендовать. Но не на восьмерку даже, нет. Потому что чувствуется, что он прямо вот... Приходится уговаривать. Не могу сказать, что я как-то использую читинг, а я умею это делать. Поэтому, еще раз говорю, все тесты, все какие-то мои выводы и прочее, вы можете доверять, вы можете не доверять. Это вопрос доверия. Потому что, если я захочу, я при вас, вот прямо здесь на камеру, так красиво, грамотно порежу томат, тупым ножом, что вы даже не поймете разницу. То, что, может быть, только 8К или 16К отобразит. Ну, окей, семерка. Семерка не мял ничего, но это даже не 8 точно, даже не близко. Так, окей, хорошо. Жажда. Мартини, Кондор, Тимберджек. Помидор. А, ха-ха-ха. Вот оно. Может быть, где-то и как-то. Сканди спуски играют злую роль. Но не в нарезке таких продуктов, как помидорки. Почему? Ох, как он классно ее выкусывает просто. Вот с самого начала он ее реально просто выкусывает. Просто вот это да, это десятка. У нас самое интересное то, что вот лидеры по именно первой нарезке, они у нас есть. Так вот, Сканди спуски, их прикол в чем? В том, что когда мы берем какой-то мягкий продукт, они его именно моментом как бы вот раздвигают сразу же. И получается такое вот прям очень-очень какое-то такое сексуальное ощущение при нарезке. Так. Ну, опять же, по ощущениям, по всему сексуальность, сексуальностью кубики он завалил. Ну, как завалил. Вот они есть. При этом, ну, то есть нигде не мял, нигде не... Я не хочу, чтобы вы подумали, блин, я сейчас насрусь здесь, я салфеток не взял. Я не хочу, чтобы вы подумали, что я как бы именно сейчас пытаюсь натянуть салфу на глобус. Восемь. Вот восемь. Дольки были безупречная десятка. Кубики могли быть пободрее. То есть это стопудово не то, что нам показал Ганзо. Ну, и сейчас, разумеется, пока я туда-сюда, у нас углеродка уже и потемнеть успеет. Ну, в этом смысле, что делать? Как говорится, никто здесь ножевым бьюти-блогингом не занимается. Холтофорс. Холтофорс. Ага, ага, ага. Так. Помидорку. Холтофорску. За бумагу он получил семеру. Опа. Опа. Вот это был фейл. Так, хорошо. Ну, все-таки это нельзя назвать каким-то супер-мега-замятием. Но под углом пошло все нехорошо. И опять же, хочешь обмануть, хоп, чуть-чуть, немножечко угол другой взял. И уже здесь будет другая картина. Нет. Под углом прям откровенно скользит. Это есть... 6 баллов, 6 баллов. Кубики нормальные, ровные, но и так, и так. Два последних реза, они были абсолютно мыльными. Абсолютно. То есть, даже я могу сказать, что он помидорки влупил heavy duty. Так, окей. Поехали дальше. Дальше, дальше, больше. Дальше у нас Миков, который наделал здесь шороху на бумаге. Наделал. Скользкий сукин сын, прям как скользит реально. Ну, посмотрим. Ах ты ж. Это 11, парни. Если я взял Ганзо... Ну, давайте сейчас дождемся кубиков. Вдруг он на кубиках сложает. И видите, у меня бывает так, что я помидорку-то делаю двумя движениями, да? А здесь в одно, он просто падает насквозь. Если мы берем Ганзоид, как некий именно образец действительно очень классной нарезки томатов, прям эталонный практически, то есть вот вообще вопросов нет, то Миков Бриган это 11. Это снова 11. То есть, я не знаю, если он... Я вообще не знаю, потому что, грубо говоря, по своему внешнему виду он там, по сравнению с красавцами, в глубокой жопе на самом деле. Ну, вот он начал работать, начал нарезать и пошла плясать в губернии. Так, это у нас Бахко номер 7. Ну, давай-ка поспокойнее, давай, давай, не надо здесь, не надо, не надо. Не надо здесь делать резких движений, поспокойнее. Вот, так, пока что все прекрасно. Помидорок немножко больше, чем до хера в салат образовалось, но я уж не знаю, как бы, как пойдет. Так. Абсолютно заслуженная десятка. Не 11. Не было такого экстаза, как от чешского извращенца. Абсолютно заслуженная десятка. Все четко, без какой-либо... Без единой помарочки, без единого какого-то такого, вот прям за это самое. Как же звали-то этот нож, ё-моё. Когда мне говорят, ха, там типа можно и линейкой порезать. Да-да-да. У меня были такие тесты, на которых, блин, там просто вообще никак, ничего не... Ну, нож не резал ни помидора, ни курицу, ничего. Это была Златоуст Аир и Цил, по-моему, или что-то типа такого. Или не Цил, а был... Не-не-не, не Цил, Златоуст Аир. По-моему, у меня было там два Скорпиона. Один резал безупречно, второй так... Я не помню. Короче говоря, был один Златоустовский нож. Причём, по Златоусту я говорю, что там настолько лотерейная заточка, она или безупречная, заводская заточка, такое ощущение, что её какой-то там дед-самурай делал по всем канонам самурайской заточки. А другой нож тебе приходит, и он не режет вообще ничего. То есть вот настолько градация, грубо говоря, от единицы до десятки. Делай, что хочешь. И, в общем и целом, для меня... Ну, я как бы к Златоустовским ножам очень-очень хорошо отношусь. Но именно такого разброса по заточке быть не должно. Не должно, ребят. Это как бы... Нет. Так, ну вот. И бейсик наш уверенно получает восьмёрку. Потому что, опять же, дольки нарезал без каких-либо проблем. Но были откровенные... То есть, на самом деле, если я вам покажу, опять же скажу... Посмотрите, как красивые вы такие. Вау, какие ровные кубики. Вы видели. Если кто-то внимательно смотрел, выскальзывал пару раз. Да, нарезал, да? Но, опять же... Вот. Какие дела. Миков-то у нас. Вон оно чё. Давайте дальше нарезать. Да. Продолжение следует...